Прогулки с врачом и онлайн-уроки по здоровому образу жизни. В Крае появится новая программа для активного долголетия. Это кружки, мероприятия и курсы для пенсионеров, чтобы они как можно больше общались и находили себе занятия по душе. Что еще предлагают внести в эту программу, а что работает уже сейчас, расскажем в следующем материале. Занятия с музыкальными инструментами, арт-терапия, беседы и тренинги. Все это мастерская памяти. Она признана одной из лучших практик активного долголетия в стране. Ее проводят в Центре соцобслуживания «Кировский». После всех этих заболеваний, коронавируса, я почувствовала, что мне это нужно. Особенно. И пришла. Психолог. Моторика, лук. Систкультура. Это очень хорошо. И вообще, самое главное, общение с людьми. Пенсионеры приходят пообщаться, найти новое хобби и даже заняться спортом. Стягиваем и плавно возвращаемся в исходное положение. Да много всего. Концерты всякие, экскурсии проводят. Да. Да. Все очень интересно, познавательно. Живешь здесь и многое, я не знаю, не видел. Потому что работа дома. А сейчас все это доступно. Живу одна, мне скучно. Такие центры есть и в Красноярске, и в райцентрах. Уже несколько лет в регионе в рамках нацпроекта «Демография» работает проект «Старшее поколение». Кроме организации «Досуга» заботится и о здоровье пенсионеров. В крае их сейчас почти 700 тысяч. И чтобы как можно больше из них вели активный образ жизни, в правительстве разработали проект новой специальной программы мероприятий, в которых они могут участвовать. Там, например, есть прогулки с врачом и школа психолога. Чтобы наши уважаемые пожилые граждане не просто находились дома в одиночестве, а были в социуме, занимались спортом, посещали учреждения культуры, социальной защитой. И самая главная задача этой программы – сделать одну точку входа для всех пожилых граждан. Объединить усилия всех министерств. С активистами Краевого совета ветеранов сегодня встретился губернатор Михаил Катюков. В День пожилого человека решили обсудить проект программы и то, как устроена работа со старшим поколением сейчас. Я от всех красноярцев хочу вам слова благодарности высказать за ваш многолетний труд. И труд, пока вы на своих рабочих местах трудились, и то, что вы делаете сейчас на общественной ниве, не менее важно. Мы здесь встречаемся уже не первый раз, и я знаю, о чем я говорю. Спасибо вам за ваши советы, за вашу где-то критику правильную, которую мои коллеги по правительству должны воспринимать. Новая программа рассчитана на пять лет. Начнет свою работу она с января 2025-го. До этого времени ее еще доработают. Мнение старшего поколения обязательно учтут. Наталья Архипова, Валерий Чащин, Седьмой канал.